Привет всем 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 пилотам! С вами снова и как всегда Т312 Глеб и пятый уровень краш-теста. Прошло довольно много времени с первого выпуска, в краш-тесте много изменений и все благодаря вам. Сейчас сообщаю очень важную информацию. Это последний выпуск краш-теста до официального релиза игры. После краш-теста выйдет скорее всего по плану ввод по схеме управления джойстик. Ну а что будет после, мы узнаем собственно после. Давайте посмотрим на наши предложения. Насколько я понял с предыдущего выпуска, в принципе ролик получается неплохо, но все же есть пара предложений. И снова лохук. Но коль так, то вот вам еще одно. В следующий раз уже пятый левел будет, то есть длиннее прокачка, больше боев и запилили таки разработчики казарму и новые перки. Думаю стоит уже упоминать перки модуль для самолетов. Если не в следующем по пятому левелу, то уже по шестому и далее точно. Так вот, перки. Тут все очень просто. Набор одинаковый почти на всех самолетах. Да даже не почти, а на всех. И поэтому я сделаю отдельный выпуск, в котором мы конкретно разберем совершенно все перки, которые есть у пилотов. Решим что куда качать и наверное зацепим обслуживание. Бензины, перезапуски и так далее. Но это после краш-теста. Пожалуй начнем. Патч 0.5.1 вынес очень большой баланс на пятый уровень. Что мне очень сильно понравилось. И снова лично мое мнение, и снова маленькие дедосчеты будут ставить самолеты по местам. Итак, на последнем месте ЛАГ-3. Из всех моделей на пятом уровне этот самолет мне кажется худшим. Конечно же спросите почему. Так вот, его хоть и апнули очень даже неплохо, но это так и осталось летающее бревно. Давайте подробнее. Вообще, я на нем останавливаться не очень хотел бы, но все же. ЛАГ-3 имеет пушку 37 мм, что очень даже сурово. И несколько синхронных пулеметов. Что мы из этого имеем? Большую огневую мощь и полную потерю скорости и маневренности. Вверх у нас лететь не выходит, крутиться тоже не выходит. Я даже не знаю, что на нем светок по поводу тактики. В маневренный бой ввязываться не стоит. Точно так же и не полетаешь проходами. Единственный выход, как и всегда, подождать пока соперника разберут свои цели. А после, вы уже выбирая цели по одному, должны с помощью своих напарников их довольно сильно карать. Я бы просто не советовал на нем сильно останавливаться. Только ради прокачки. В общем, идем дальше. П-40 стоит у меня на седьмом месте. Вообще, довольно неплохой самолет, но на нем не каждый сможет летать. Давайте объясню. Он требует максимальной сосредоточенности и скилла пилота. При шести пулеметах 12.7 вы просто обязаны сливать противника в заход. В ином случае, вас просто догонят и сядут на хвост. И тут уже вам не отделаться. У вас, конечно, есть скорость, но на пятом уровне все еще не так сильно замечается эта разница в скорости. Поэтому почти все соперники смогут вас за короткое время очень сильно одамажить, что сделает вас бесполезным в бою. Давайте о сильных сторонах. Тут, пожалуй, выделяется очень даже сильно скорость. Она тут есть, и на нее стоит полагаться. Если вы хотите летать на П-40, очень советую научиться правильно бумзумить. Иначе результаты вам полеты не принесут. И с самой слабой стороны выделяется маневренность. Точно так же, как и Лак-3, очень вам не советую задерживаться на одной высоте с вашими соперниками. Иначе словите очень много плюшек, и будет вам, ну, очень больно. Единственный мой совет это бумзум. Только не делайте это очень долго, чтобы вас на выходе не поймали. И у вас все в рандоме будет хорошо. Шестое место ИБФ-109Е. Практически такой же, как и П-40, но у них есть небольшие отличия. Вот, например, главное отличие это количество пушек. Да, тут есть как и пулеметы, так и неплохие пушки, которые дают нам возможность спиливать противников очень даже быстро. Но тут тоже не без минусов. При таких пушках нужно очень точно стрелять, иначе без попадания не будет и фрагов. Снова-таки бумзум, и снова долго не задерживаемся внизу. Иначе будет весьма неприятно. В начале боя посоветую сбивать противников, которые могут вас догнать при стремительном наборе высоты. Такие как П-40 и тяжелые немецкие истребители. Не забывайте использовать, может быть, не лучшую, но и точно не худшую маневренность. Если вы уж и не знаете, как бумзумить, то у вас выхода особо не остается, кроме как пытаться крутиться. Но вот тут снова-таки, не летайте весь бой за одним. Стреляйте тех, кто попадается у вас при цели. С метая или критая за пару попаданий. Итак, на пятом месте у меня стоит японский палубный истребитель А6М5-0. Тут все те же расовые минусы в скорости и прочности, но есть и хорошие стороны. На пятом уровне это самый маневренный самолет, что дает вам возможность крутиться в бою со всеми соперниками, и использовать ваше совсем неплохое вооружение, которое имеет весьма средний перегрев. Злоупотреблять атакой в разные стороны не советую, но и долго пострелять противника тоже можно. По тактике, снова-таки не советую в начале боя лететь в самый замес и пытаться выжить. Даю информацию 90%, что у вас ничего не выйдет. Так вот, в начале боя идем позади всех. Ждем пока все-всех разберут, и тут появляетесь вы, японский супергерой, и начинаете всех убивать очень быстро и очень маневренно. Но не забывайте еще и то, что вам нельзя подставляться по удару противников, иначе какой-то тяжек случайно пройдется по вам очередью, и совсем случайно собьет. Так что пользуйтесь камерой на цель вовсю, и будет вам счастье. Идем дальше. Четвертое место. У нас уже идут более-менее интересные самолеты, и на них все более интересно летать. Новый самолет с нового обновления Таяк-1. Вообще, Яки мне очень понравились, а все скорее всего потому, что их еще недостаточно потестили. И я почти на 100% уверен, что в ближайшем обновлении будут нерфы, а мы пока ничего не знаем и говорим о Яках. Первый Як имеет очень хорошую маневренность, но при этом практически не имеет никакого вооружения. Из пулеметов здесь стоит один калибр 19.7, ну или при желании можно поставить два калибра 7.62. Если спросите меня, то я все же посоветую два пулемета вместо одного. Попаданий больше, критов больше, перегрев почти незаметен. Второй пулемет, точнее пушка 20 мм. Она не дает вам достаточной уверенности в том, что ваш самолет умеет убивать. Но и не дает вам окончательно расстроиться. Если вы близко приближаетесь к цели, то недостатков почти не видно. Если же дистанция дальняя или хотя бы средняя, то тут все становится печально. Из тактики я бы посоветовал навязывать маневренный бой совершенно всем, ну кроме пары соперников. Приоритетные цели в бою это пожалуй F4F и японский палубник. Они единственные могут вам дать отпор маневренным бою, а на остальных особо отвлекаться не стоит. На третьем месте бывший очень сильно нагибающий самолет F4F. Все помнят очень хорошие времена, когда американец кромсал всех и каждого. На сегодняшний день он не может подняться пожалуй выше третьего места. А все потому, что у него по сравнению с остальными недостаточно вооружения. Но при среднем вооружении есть отличная маневренность, что при минимальной дистанции делает бой очень приятным. Так вот, навязывать маневренный бой, подходить впритык и убивать с минимальной дистанции не то что одобряется, а только и советуется. Забираться в небо тоже неплохая идея. Убивать всех сначала вверху, а после внизу можно. Но не забывайте, что у вас самолет на низких высотах будет себя вести намного хуже, чем вверху. Перекрутить тех же советов или японцев будет просто невозможно. Поэтому если нет необходимости лезть вниз, то не стоит. Иначе нарветесь на проблемы. Не знаю, что еще сказать по этому самолету, скажу лишь то, что эта машина вызывать разочарование не должна. Единственное, используйте ее правильно и все будет нормально. Второе место. Да-да, насколько некоторые из вас успели понять, одним из лучших самолетов станет немецкий тяжелый истребитель. Так вот, он стоит на втором месте. И с сильных сторон нельзя не заметить то, что у него просто бешеная скороподъемность. И это дает ему просто невероятное преимущество в бою. Если вы убьете в начале боя всех скоростных соперников, то втащить такой бой, как один против пятерых, не составит труда. Противники просто не смогут забраться к вам на высоту. И никаким образом не смогут вас поймать. Используя при бомзуме свое более чем огромное вооружение, вы будете лопать всех и каждого и совершенно не заморачиваться. Конечно, есть кадры, которым тяжелый истребитель совершенно не нравится из-за своей маневренности. Но не нужно на нее особо полагаться. При малейшей опасности нос вверх и в небо. Разворачиваемся и вешаем кучу свинца тем, кто находится под нами. А таких на пятом уровне много. Я бы сказал, даже очень много. Второе место почти такое же крутое, как и первое. Но все же, там самолет немного лучше. Смотрим. Вот оно. Вот первое место. Как я уже говорил немного раньше, Яков понерфит. И скорее всего в ближайшем обновлении. Но пока мы в этом патче будем говорить о Яках, как о самых сильных. Так вот, Як-7. Что же в нем такого? У него просто имбовая пушка 37 мм. Некоторые скажут, она так-то и у лага есть, и что? А вот тут я скажу, что на Яке она просто невероятно точная. Достаточно приложить 1-3 выстрела и вы уже попали. Очень больно и сильно. При этом Як имеет большую маневренность, чем лаг, что дает ему еще больше преимуществ. Давайте о тактике. Но тут что угодно подойдет. Единственное, хоть у Яка большая максимальная скорость и начальная, набрать после потери ее очень трудно. Поэтому изначально 5 раз подумайте, а после уже 1 раз спуститесь вниз. Из приоритетных целей в бою у нас являются вкусные шачки и мягкие японцы. Наш большой и точный калибр дает возможность лопать их с 1 или 2 попаданий. При должной точности стрельбы попадают совершенно все. Перегрев у нас тоже меньше, чем у лага, что дает вести более долгий огонь и сбивать само собой больше целей. При правильном и точном использовании вашей пушки, вы будете косить всех и каждого, и Як станет вашим нагибатором номер 1 на 5 уровне. Ну а самолеты подошли к концу на 5 уровне. Спасибо, что смотрите мои ролики. Я очень рад, что труды не проходят зря. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и удачи в воздухе! Субтитры сделал DimaTorzok